Студенческая жизнь активиста увлекательна и разнообразна. Форумы, конкурсы, поездки, концерты, заводворотом событий не успеваешь заметить, как пронеслась уже вся студенческая жизнь. И вот ты стоишь перед работодателем и понимаешь, что, возможно, в свои студенческие годы занимался чем-то не тем и что твои заслуги уже ничего не значат. С вами шоу «Активное студенчество. Жизнь после вуза» и мы начинаем. Сегодня с нами участники 11-й ежегодной студенческой конференции «Точка зрения. Лидеры и актив студенческих общественных организаций и объединений институтов юридического факультета Казанского федерального университета». Спикеры. Ольга Токунова, председатель профсоюзной организации студентов Саратовского национального исследовательского университета имени Чернышевского. Феликс Суденикин, председатель Объединенного студенческого комитета Московского государственного университета имени Ломоносова. Динар Валеев, аспирант юридического факультета Казанского федерального университета. А также наши эксперты Екатерина Сергеевна Панкова, заместитель директора по воспитательной социальной работе Института социально-холосовских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета. Виктор Евгеньевич Туманин, заместитель директора по воспитательной социально-рабочей Институту международных отношений и истории востоковедения Казанского федерального университета. Алла Кондратьева, выпускница Казанского федерального университета, ответственный секретарь регионального подготовительного комитета Республики Татарстан 19-го всемирного фестиваля молодежи и студентов города Сочи. Надир Курамшин, координатор проектов молодежной организации Республики Татарстан-Салят, Динар Хатизов, заместитель председателя по работе со студентами и аспирантами Инфросоюзной организации Казанского национального исследовательского технологического университета. И первый вопрос звучит как «активно дойти до диплома». Уважаемые спикеры, ой, давайте с вас начнем. Да, слушайте, а что значит «активно дойти до диплома»? Просто вопрос не совсем понял. Активничая, так скажем, когда ты участвуешь в различной студенческой жизни, потому что, я думаю, ни для кого не секрет, что для большинства студентов все-таки различная подобная активность проходит мимо. Я думаю, у многих одногруппники в основном занимаются только учебой и редко бывают на каких-либо мероприятиях. Я понял. Ну, я, наверное, отвечу как представитель Московского университета. Главное, чтобы диплом не прошел мимо, и учеба должна быть, мне кажется, в приоритете. А в оставшееся свободное время, используя его как отдых, как точку для личностного роста, можно, конечно, расти и участвовать в активностях. Но наука и учеба, на мой взгляд, должны быть на первом месте, и таких вопросов не должно возникать. Мое мнение такое. Я, наверное, разделю другую точку зрения о том, что, обучаясь в университете и ставя перед собой какую-то определенную цель, можно ее достигнуть во всех направлениях. То есть совместить и отличную учебу с получением качественных профессиональных навыков и развиться как личность, именно уже занимаясь студенческой деятельностью. И на примере своего актива, своих ребят могу похвалиться, что высокий процент ребят, которые заканчивают обучение с красными дипломами и состоялись на данный момент как специалисты именно в этой области своей, по которой обучались они. И при этом за время обучения были очень крутыми активистами. Я думаю, я согласен с Ольгой и считаю, что можно дойти до диплома активно, но при этом это будет ваша главная победа, если вы сможете участвовать в общественной деятельности, при том защитить диплом, написать его качественно. Потому что тоже стоит вопрос, как вы его напишите. Можно написать качественно, а можно некачественно написать. Если вы хотите чего-то добиться именно в профессиональной сфере, диплом должен быть именно профессиональный. Я думаю, что примерно за полгода, если говорить конкретно, примерно за полгода вы четко должны прописать график, как вы будете его писать. Вы должны себя очертить, что вы спите по 7-8 часов в день, при том 3 часа в день минимум вы уделяете диплому всегда, в любой случае, в любой степени. Если вы будете следовать четко заданной этой цели, вы тогда поймете, что в принципе все можно успевать и написать диплом добросовестно и защититься. Но будут трудности, но если уж не успеваете, придется спать меньше. Иных вариантов я не вижу, потому что мир конкурентный, мир конкурентный, и вы должны быть конкурентно способными, чтобы быть профессионалом в своей степени, и при том не потерять вот ту общественную студию, которую вы нарабатывали в течение долгого времени. Именно за период, за полгода до диплома вы должны все свои силы собрать в кулак и написать его, и при том не бросать свою общественную деятельность. Это все реально, это все возможно. Главное, все зависит от вас, и нужно правильно и качественно распланировать свой день. Вы сейчас описали такую довольно-таки идеальную картинку о том, что студент — это такой человек, который всегда все успевает, он отлично планирует время. Но, наверное, я думаю, вы сами же понимаете, что зачастую так не бывает. О том, что люди, особенно нашего поколения, славятся тем, что они очень увлеченные, то есть сконцентрированные на каких-то определенных вещах, хоть и разрозненные в плане выбора. И поэтому действительно ли часто какой процент среди ваших активистов, в вашем опыте людей, которые так же, возможно, как и вы, прекрасно сдали диплом, защитили его, но в то же время активничали не просто прийти где-то, постоять и флагами помахать, но и в том числе, так скажем, вели свои проекты, вели какую-то деятельность, которая не зависела от каких-то дат, связанных с сессией, не с сессией. Просто, опять-таки, зачастую все-таки так не бывает. И поэтому хотелось бы сейчас выслушать наших экспертов, которые, возможно, поделятся своим мнением на данный счет. Добрый день, уважаемые коллеги. Мне бы хотелось сказать, что, конечно, поставленный вопрос, он неправильно, на мой взгляд, сформулирован. Не должна быть у студента цель дойти до диплома. Должна быть цель стать высококвалифицированным специалистом, получить качественное образование, стать полноценной гармоничной личностью, развить в себе определенные компетенции, будь то творческие компетенции и так далее. И если человек вот этих целей достигает, то понятное дело, что он будет активным априори. Я полностью соглашусь со своей коллегой, с Катериной. Как показывает практика, на самом деле, так оно и есть. Вспомню просто те события, которые происходят ежегодно в Казанском федеральном университете. У нас ежегодно, после окончания обучения, когда происходит выпуск студентов, каждый год на встрече с ректором, 200 лучших студентов, окончивших обучение, получив диплом с отличием, они получают диплом из рук самого ректора. Так вот, на этой встрече всегда не просто студенты, которые получают красный диплом, диплом с отличием, а там присутствуют студенты, которые именно в течение всего срока своего обучения были активными студентами. Кто-то занимался наукой, кто-то занимался спортом, кто-то занимался творчеством, но каждый не просто посвятил себя только лишь учебе, а каждый из этих ребят занимается общественной деятельностью. И таких людей огромное количество. Нам в институтах приходится устраивать целый конкурс, для того, чтобы отобрать для этого события самых лучших из лучших. Спасибо. На самом деле, мне кажется, будь ты первокурсником или выпускником, каждый раз нужно себя спрашивать, зачем ты это делаешь. И мне кажется, что между первокурсником и выпускником вот это слово «активно», оно каждый раз будет новое, потому что на первом курсе всё, чего мы хотим, это понять, правильно ли мы сделали выбор, поступив на эту специальность, правильные ли люди нас окружают, потому что мы даже на примере КФУ видим, что каждый институт — это отдельное сообщество, и там разные люди с разными интересами. И действительно, будь то экономически или юридически, ребята разные. И многие, кстати, после первого курса даже на моём потоке переводились, понимая, что это немного не их. Вот именно активно взаимодействуя, будь то это на первом курсе позволительно ходить на мероприятии и действительно держать где-то просто флаги, где-то просто сходить на мероприятия, чтобы потусить, человек вырабатывает свою точку зрения. И уже на втором курсе он должен себя спрашивать, а зачем я это делаю? Вообще, нужно ли мне быть активистом? Если я хочу быть физиком, учёным, нужно ли мне быть активистом? Если он действительно получает специальность и на четвёртом курсе он понимает, что я юрист, и мне нужны связи, и общественная деятельность — это то, что я делаю, это и есть наработка связи, это просто достижение одной из целей. Конечно, он дойдёт до диплома, если среди этих его целей будет всё-таки стать специалистом. Но мы знаем очень много примеров, когда человек был троечником, а цели он своих достиг. Поэтому, мне кажется, каждый выбирает свой путь сам. Спасибо. На самом деле прозвучала очень правильная мысль, что всегда нужно отталкиваться от того, что тебе, так скажем, действительно нужно, и анализировать участие в любом, так скажем, мероприятии. Всё-таки не стоит забывать, что та же активистская деятельность, она выполняет зачастую дополнительную профоретенционную работу. Потому что многие ребята, студенты, так скажем, ещё абитуриенты, когда поступают, они не понимают, куда они идут. И разочаровываются в своём направлении на первом курсе. И зачастую как раз-таки активистская жизнь, она становится такой палочкой-выручалочкой, которая как раз-таки даёт возможность попрактиковаться совершенно в различных сферах и уже понять, куда тебе дальше двигаться. И в то же время, для, возможно, многих вопрос, как дойти до диплома, когда ты активист и не стоит, но хотелось бы узнать у зала. Поднимите, пожалуйста, руки, кто из вас студент технического направления? В данном случае меньшинство. И хотелось бы кого-нибудь из вас услышать, действительно ли вам легко совмещать вашу учёбу и активистскую деятельность? Пожалуйста. Буганцев Андрей, Донской государственный технический университет. Ну, на самом деле, когда я учился на бакалавриате, в принципе, довольно было легко совмещать. Я учился на кафедре физика. И хоть и эта кафедра довольно требовала много времени для переваривания информации, можно так это назвать, но в целом, в дневное время мы успевали все моменты по учёбе обработать, завершить, сходить в библиотеку. И уже в вечернее время мы занимались общественной деятельностью. Ну, в то время я занимался, например, студенческими отрядами. Спасибо. Может, есть противоположное мнение? Илия? Пожалуйста. Хабибуллин Тимур, Казанский федеральный университет. Сейчас являюсь третьим курсом бакалавриата. И могу сказать, что совмещать нелегко, но это по-настоящей мере закаляет. А вот как сказал Динар Валяев, где-то приходится не досыпать. Но при этом я имею друзей, сверстников, которые делают, почти ничего не делают, даже не учатся. И говорят, мне ни на что не хватает времени. Я просто на таких людей смотрю со смехом, потому что знаю, как всё успеть. Идёт закаление полностью своего организма. Где-то даже мировоззрение иногда меняется за счёт этого. Но ты понимаешь, что ты всё, что захочешь, обязательно успеешь. И ещё хочется сказать, что по учёбе здесь где-то всё-таки помощь преподавателю необходима. Понимание того, что человек делает чуть больше. И у меня в институте меня поддерживают со стороны руководства, преподавателей. В этом мне повезло. Поэтому, наверное, мне даже за счёт того, что тяжело иногда, но чуточку облегчает. Спасибо. Артём, можно? Да, конечно. Покомментировать ещё. Вот Тимур сказал то, что это нас закаляет. Я вспомнил одну фразу, которую говорил нам, один преподаватель, на первом, на втором курсе. Он руководитель одной из лучших юридических фирм. Я юрист по специальности. Он руководитель одной из лучших юридических фирм в нашей республике. Она входит в десятку лучших в Российской Федерации. Он сказал, что мы у него спрашивали, как вам всё удаётся? Вы знаете и немецкий, и английский. Собираетесь открывать филиал сейчас в Берлине. Как вы всё это успеваете? При том, что вы преподаете, и у вас ещё есть дети и семья. Он сказал, дорогие студенты, в 25 лет я ничего не успевал. Ничего. И я понял, что мне нужно делать в два раза больше. Вот тогда я буду всё успевать. Вот был его рецепт. И, в принципе, я думаю, что всё возможно. Главное этого хотеть и желать этого действительно всем сердцем. И тогда всё получится. Спасибо. А мы переходим ко второму вопросу. И он вытекает из первого. Как стать хорошим специалистом, если ты все студенческие годы протанцевал на студвёснах? Пожалуйста, наши спикеры. Коллеги, можно небольшой вопрос? А что такое студвёсна? В двух словах. Просто для меня явление... Это фестивальное движение, творческое, на котором ребята, студенты, танцуют, поют, соревнуются в этом университете. Я так понимаю, в Москве это направление не так сильно развито, но у вас вроде городской, а студенческая весна... Я как студент физического факультета никогда не принимал участия в студенческой весне. К сожалению, и вот сейчас у вас просвещаюсь и узнаю, что это такое. Спасибо. Естественно, тут речь не только о студенческих веснах, просто в Казанском федеральном университете это проводится в таком масштабе, что о них слышит каждое информационное поле, так скажем, университетское на протяжении всех трёх месяцев весны, заполненное этим фестивалем. Поэтому хотелось бы как раз-таки узнать, вы совмещаете какие-то свои массовые проекты, у вас там мероприятия, у вас, возможно, какая-то деятельность помимо этого. Успеваете ли вы впитывать все эти знания, и действительно ли они вам интересны, которые вам преподают, и по какой дальше стезе вы хотели бы в дальнейшем развиваться? Той деятельностью, которой вы занимались в рамках университета в плане учёбы, или же пойти по... стезе активистской, то есть, возможно, в управленции, возможно, в различные проекты государственные. Пожалуйста. Можно, да, из такого ключа вопроса, я имею в виду, как вам сейчас предложили, поделиться собственным опытом, небольшим. по первому образованию я физик-системный аналитик, и на тот момент, когда я обучалась в университете, я не очень любила общаться с публикой, какие-то ораторские навыки страдали и так далее. И именно общественная деятельность, именно та работа, которую я выполняла, она способствовала своему развитию личностному. И в какой-то момент, к моменту выпуска, где-то на границе четвертого-пятого курсов, я поняла, что по специальности я не пойду работать, то есть успешно окончила вуз. И, собственно, второе образование уже поспособствовало в области гуманитарной развивации, уже связано с общественными науками, связано с деятельностью напрямую, которую по сей день веду. И здесь вопрос в том, что нужно, наверное, понять в нужный момент, для себя определить как раз-таки ту границу, что ты хочешь получить. При этом я благодарна тому образованию, которое я получила, потому что те навыки в области анализа системного и так далее, они мне помогают сейчас в той деятельности, которая есть на данный момент. И второй аспект, тоже некий такой пример, это, если говорить о дохождении до диплома. Наверное, не секрет, сейчас открою какой-то глобальный, что многие студенты поступают в высшее учебное заведение для того, чтобы получить факт корочки диплома, независимо от того, какая это будет специальность. И из опыта, опять-таки, своего вуза у меня в активе был студент, в смысле он и есть, он заканчивает в этом году. Проучившись два года на механико-математическом факультете, будучи активистом в несколько направлений общественной жизни, он был активистом профсоюзной организации, активно входил постоянно в два танцевальных коллектива, защищал честь вуза на различных уровнях как раз-таки студенческой весны, параллельно еще в городские какие-то там организации входил и так далее. И в какой-то момент он тоже понял, что ему по специальности, которой он обучается, она ему не близко, она ему к душе не лежит. И вот тоже нашел выход из ситуации, он перевелся с одного факультета на другой, сдав разницу в планах, то есть нашли междисциплинарный такой предмет, где у него совмещение идет гуманитарных и естественных наук. И сейчас благополучно заканчивает обучение, причем это тоже тесно связано с общественными науками, и уже как бы видит свое развитие в этом направлении. То есть человек принял для себя решение достаточно вовремя, и он сохранил успешное обучение, он успешно дойдет через месяц, придет к защите диплома своего, при этом он не потерял свой статус активиста в ВУЗе. Спасибо. Если все говорят в этом вопросе о своем опыте, я с вашего позволения чуть-чуть поделюсь своим. Я студент, как уже упоминал, юридической специальности и сейчас работаю тоже юристом. На втором курсе магистратуры встал вопрос. Вот сейчас у меня есть стипендия, которая позволяет мне держаться на плаву, жить, проживать в Казани, платить за квартиру, но она закончится через полгода. И что делать в таком случае? Я, у меня диплом юриста, я должен стать, я должен начать практиковать и зарабатывать этим. Я пошел в юридическую фирму. И понимаете, я здесь понял, что вот когда я занимался активной деятельностью, многие моменты от меня улетали, потому что я не ходил на пары зачастую, и многих теоретических знаний мне стало не хватать. Не уже говоря о тех предметах, которые у меня были на первом и втором курсе, я их действительно забыл, потому что я в течение четырех-пяти лет я не занимался этим. Я просто приходил на пары, выступал, уходил и, в принципе, готовился к экзаменам, конечно, но ничего не оставалось в голове. И самое главное, что для юридической специальности я не практиковал. У меня абсолютно не было никакого опыта. Я не ходил в суды. И сейчас я вот продолжаю работать, 4 апреля ровный год с того момента, как я стал практиковать. Но даже сейчас мне не хватает всех знаний, потому что я занимался другим. Я занимался общественной деятельностью. И почему я начал отходить? Потому что я был вынужден это делать. Потому что я должен был зарабатывать. Если бы я не ушел из общественной деятельности, сейчас у меня бы не было абсолютно никакой практики, и моя зарплата бы равнялась примерно 10-15 тысяч. Этого недостаточно, чтобы прожить в Казани, при этом снимать квартиру. И как-то, ну, просто в 25 лет ты понимаешь, что вот мы тоже с коллегами разговаривали, у тебя должны быть какие-то просто небольшие потребности, не говоря уже о квартире, о машине, которую тоже ты со временем захочешь. И поэтому здесь очень важно, вот Ольга Сергеевна правильно сказала, в нужный момент нужно догадаться и понять, что вы занимаетесь общественной деятельностью, вам нужно когда-то уйти, потому что это здорово, что вы занимаетесь, но не всегда она вас будет кормить. Потому что жестко вопрос станет с материальной частью. Если вы видите, что это вам не приносит каких-то дивидендов или когда это закончится, получение ваших дивидендов, вы должны уйти и начать работать. Но в то же время, если бы я не занимался общественной деятельностью, я бы не устроился в то место, где я сейчас работаю. Я бы не стал, не набрал ту клиентскую базу, я бы не знакомился с нужными людьми, а это очень важно, которое сейчас у меня есть. Плюс коммуникативные навыки, умение выступать публично. Если бы не общественная деятельность, я бы не смог прийти в суд 100% никогда. Но я ни о чем не жалею, я считаю, что это было сделано все правильно, потому что общественная деятельность, коммуникативные навыки, закалка, умение общаться с людьми, публичные выступления, это все большой плюс, который я бы не набрал на практике. Практику я еще наберу. В моей жизни я еще наберу практику. И это будет все в принципе нормально. Еще 3-4 года, и все будет хорошо. Но если бы я не занимался общественной деятельностью, сейчас я бы уже ее не набрал. Поэтому вопрос стоял так. Я приобрел тот опыт, который есть, и который в будущем я больше не приобрету. А сейчас с практикой будем стараться, и нужно так же потерпеть чуть-чуть и заниматься. Все-таки мой посыл, занимайтесь общественной деятельностью, но в то же время поймите, что когда-нибудь, если вас это не будет кормить, если вы не собираетесь идти по профессиональной деятельности здесь, нужно, наверное, уходить и заниматься в профессии. Спасибо. Спасибо, Ленару, за отличный пример. Мне кажется, это хорошая иллюстрация того, как общественная деятельность помогает нам в профессиональной работе, помогает раскрыться нам как личности, и помогает… Ну, это такой пример гармоничного развития, когда студент является профессионалом в своей области, и помимо этого у него есть навыки лидера, навыки управленца, которые помогают ему очень быстро, наверное, внедряться и интегрироваться в новую среду. Мне кажется, именно это основной навык, который дает наша студенческая деятельность. Когда мы ехали в Казань, мы с моим коллегой вообще не знали, что здесь будет, какой здесь будет формат, и опыт постоянно… попадаешь постоянно в новые ситуации, когда ты работаешь в общественной деятельности, в новые коллективы, ты учишься очень быстро, интегрироваться в любую среду, и мне кажется, это важно, будь то наука, юриспруденция, в любой области, в том числе профессиональной, в бизнесе, в консалтинге, важно быстро внедриться в команду, понять, какие там сильные стороны у тебя и у той команды, и начать расти. С этой точки зрения, мне кажется, общественная деятельность, студенческая весна, любые проекты, они дают, наверное… Мне кажется, это единственная возможность быстро, эффективно и качественно прокачать эти навыки, пока мы учимся в университете. И согласен с позицией, что всегда нужно понимать, зачем мы это делаем. Если в студенческом самоуправлении мы начинаем просто плыть по течению, а движение студенческое, оно очень яркое, сильное, и очень легко в определенный момент забыть, что мы поступали, чтобы стать профессионалами, и начать заниматься общественной деятельностью просто ради того, чтобы заниматься общественной деятельностью. Мне кажется, важно этого избегать, важно помнить, что мы все-таки профессионалы, и совмещать, гармонично развиваться, расти как профессионал, расти как студенческий лидер. Поэтому, Динара, спасибо за пример, мне очень понравилось. Я, наверное, очень коротко скажу о своем примере. Я занимаюсь студенческим комитетом, и вот в этом году заканчиваю университет, и, понимаешь, дальше я буду расти в научной области, однако, понимаю, что как раз как профессионал мои коллеги физического факультета, они меня превосходят. То есть, их знания, их интеллект намного выше, как это ни странно, потому что они занимались всю жизнь только физикой, они каждый день уделяли внимание тому, чтобы стать профессионалом. Именно с профессиональной точки зрения, как ученые, они намного обладают большей квалификацией, чем я. Однако, с своей сильной стороны, я считаю, что как раз умение быстро интегрироваться, войти в любую среду, и начать помогать, расти таким командам, таким людям, в том числе, профессиональным. В университете сейчас я останусь как раз в роли такого проект-менеджера, в том числе, в научной среде. Поэтому, занимаясь общественной деятельностью, разумеется, мы, я думаю, не пропадем в нашем большом интересном мире, но важно не забывать, что мы профессионалы и поступаем для этого. Спасибо. Спасибо. Передусь словом нашим экспертам. Динар, пожалуйста. Всем добрый день. я студент, студентом был, выпускник технологического университета и фактически могу сказать две вещи. Давайте рассмотрим две терминологии. Понятие специалиста и понятие профессионала. Вот профессионал, мое мнение, обладает определенными знаниями и навыками. То есть навыки, которые он приобретает в рамках, ну, soft skills, которые сейчас очень популярны, говорить о том, что есть определенная компетенция, будь это коммуникабельность, организованность, умение работать в команде, обучаемость, легко обучаемость. И вот хороший специалист на сегодняшнем реальном секторе экономики, если говорить, например, о, естественно, технической специальности, которую ждут на предприятиях, на заводах или даже в том числе какой-то малый бизнес, говоря о получении какого-то продукта, то, безусловно, знание необходимое это 100%. Но в моем понимании здесь необходимо говорить, наверное, о гармонии, в том числе же личности, когда мы говорим, что создает специалист, будущий, например, на каком-либо предприятии. По сути, это какая-то инженерная мысль, которую потом он в дальнейшем развивает, то есть полностью проводит технологический процесс, модернизирует, оптимизирует, унифицирует все и весь этот продукт. Но, с другой стороны, без творческого процесса, который стоит во главе, это очень трудно сделать. Танцы, в любом случае, общественная деятельность или какой-либо другой такой творческое занятие, когда ты работаешь в команде, придумываешь какие-то вещи, у тебя начинает мозг совершенно по-другому работать, потому что ты все время в таком в тонусе, и у тебя получается говорить, думать, жестикулировать, и это все тебе помогает, ну, моторика, это все развивает с точки зрения, например, ну, точки зрения молодого человека, да, девушки, в любом случае, определенные компетенции, которые в последующем человек развивает. Но если мы посмотрим на наших выдающихся профессоров, на людей-профессионалов, так они и пишут стихи, и танцуют, и на шпагат могут сесть. Ну, занимались этим, и они в студенчестве, вот вопрос. Совершенно верно, они занимались этим в студенчестве, и это примеры, которые, ну, по крайней мере, для наших студентов на сегодняшний день, это вдохновение, потому что они смотрят на то, как выступает декан на факультете на студенческой весне, и у него совершенно по-другому реагирует мыслительный процесс о том, что это круто, и мне так же нужно быть. Это пример, как нужно в себе развить именно такую гармоничную личность. Как стать хорошим специалистом, это расставление приоритетов, потому что понятно, что если это техническая специальность, то очень трудно, если ты пропустил лабораторную работу, потом ее просто-напросто как-то защитить, этот трехчасовой процесс периодически, и нужно понимать, что выступление на какой-либо конференции или выступление на каком-либо творческом процессе, нужно расставить себе приоритеты, что нужно. Но с другой стороны, я прекрасно понимаю, и есть к этому очень много положительных примеров, когда из людей, которые заканчивали техническую специальность, получали замечательные драматурги, театралы, артисты и многие-многие другие люди. Так что здесь, наверное, у каждого свое, просто вопрос в том, что какой он путь выберет, и это расставит свои собственные приоритеты. Спасибо. Отвечу. Ну, если отвечать конкретно на этот вопрос, думаю, тут есть два варианта. Первый, я тоже расскажу, может быть, немножко про себя. То есть я сам первые два курса танцевал, но это не мешало абсолютно никак моей учебе, то есть все было нормально. Соответственно, то, что я танцевал, была активность. Впоследствии помогло мне стать предзадателем студенческого совета своего вуза, тогда к Нитукае я учился. То есть потом я закончил Казанский федеральный университет, как уже сказали, получил диплом из рук Ильшина Травката Тегафурова, и проблем с учебой не было. То есть мы все понимаем, я думаю, все, кто здесь собрался, есть такая негласная поговорка, чем больше ты себя грузишь и больше делаешь, тем больше ты успеваешь. Я думаю, с этим все согласятся. Но мне кажется, вопрос немножко не в этом. Тут имеется в виду пример, когда человек немножко забросил учебу, протанцевал, а тут диплом, и он думает, дальше-то я танцевать не буду, что мне уже тут делать? Вот тут уже, я думаю, это не проблема вот эта, а это следствие. Следствие из-за того, что в свое время человек, возможно, из-за того, что баллов не хватило, пойти на ту специальность, куда он собирался, он там поступил на бюджет и пошел в другое место, и ему стало неинтересно, и он выбрал танцы, чтобы, ну, как-то, потому что учеба ему была неинтересна из-за этого. Что делать уже этим людям? И если отвечать на этот вопрос, я думаю, тут уже проблема, она лежит немножко раньше, и, соответственно, чтобы решать ее, нужно работать, возможно, в школах, и, соответственно, уже помогать ту специальность, чтобы было студентам интересно и учиться, и совмещать с танцами, и с какой-то активностью. То есть, опять-таки, должно быть изначально приоритете на учебе. Если ты успеваешь по учебе, у тебя будет время и на остальное. Вот, активность. Спасибо. Если позволите. Ведь хотел обратить ваше внимание на то, что задача университета, задача любого вуза не просто вручить человеку диплом, не просто дать ему какой-то набор конкретных знаний, которые, честно скажем, в современном мире лет через 5-10 уже устареют. Задача вуза — сформировать личность, сформировать многогранную личность. Человека, который сможет через год, через 10 лет, всю свою жизнь сможет быть востребованным в нашем непростом, прямо скажем, мире. Человек, который сможет не просто делать ту механическую работу, которую его научили выполнять, но человека, который сможет развиваться. Человека, который сможет увлечь тем, что он занимается у других людей. Человека, который сможет зажечь интерес, зажечь любопытство у других людей. Вот задача вуза. А как этого научиться, если там 4, 5, 6 лет заниматься только вот одним избранным делом, замыкаясь в каких-то узких рамках? Мне кажется, это будет невозможно. Поэтому нужно обязательно быть активным. Обязательно нужно пробовать себя в разных личностях. Студенчество — это те годы, когда как раз и нужно выбирать, кем же ты будешь, что ты будешь уметь в жизни. Так вот, попробуй все. Попробуй в танцах, попробуй в спорте, попробуй в науке себя. И найди то, что тебе интересно, найди себя в этой жизни. Студенчество — это самый подходящий парад для этого, на мой взгляд. Спасибо. А не считаете ли вы, что за поисками, так скажем, себя, за, вот так скажем, движением то в сторону спорта, то в сторону творчества, то в другие направления студенты теряют драгоценное время? И сейчас мы зачастую говорим о людях, которые там ведут за собой, которые, так скажем, настолько инициативные, с прекрасными навыками, и как бы все прекрасно, да? Но зачастую-то получается, что таких от силы десятая часть. Но основная масса ребят, которые участвуют во многих ваших проектах, это люди, которые пришли с какими-то благими намерениями либо ради, честно уж скажем, тусовки в ваш проект, на ваше мероприятие. И получается, что как раз-таки студенческий активизм становится той воронкой, которая попросту затягивает в себя людей, которые зачастую попросту в возрасте первого курса не понимают, что они делают. И уже после, так скажем, сталкиваются с стеной непонимания работодателя, когда выходит из вуза, который говорит, что там, где-то танцевал, где-то пел, или чем уж там занимался, никому это неинтересно. Другая ролевая модель. Человек пошел на третьем курсе получать практические навыки работать в ту же фирму, будь то IT-фирма, юридическая фирма, неважно. Неужели опыт работы, например, с заказчиком не прокачает коммутативные навыки, которые прокачивает активизм? Это такая небольшая затравка, и я хотел бы услышать мнение из зала. Вот как раз-таки я вижу руки. Левшин Валерий, Левшин федеральный учитель, он не работает? Он работает там на задней... Работает? О, работает. Хорошо, спасибо. Ну, для меня было немного странно, это уже проскакивает у нас в двух вопросах, слышать разделение на технические и гуманитарные специальности. Аспирант юридического факультета, гуманитарная направленность, техническая направленность, техническая направленность. Почему мы так привязываемся к профессиям? Почему мы так разделяем это? Либо у человека есть те навыки и те компетенции, которые он умеет организовать себя, умеет организовать работу вокруг себя и организовать команду, которая будет активно участвовать в общественной жизни, и он сам будет участвовать в этой жизни, либо он этого не умеет. И для меня, например, был странным ваш вопрос, кто у нас из технических специальностей, и вы спросили только их мнение о том, как им работать в студенческой, да, в общественной деятельности. То есть вы думаете, гуманитарным специальностям легче? Да, да. Либо человек обладает компетенциями и готов работать не только ради себя, но и ради других, либо нет. И это не зависит от того, психолог я или электрик. А второй вопрос, если непосредственно к нему как бы привязываться, то поделюсь опытом своего Южного федерального университета. У нас ребята, которые участвуют в творческом направлении и в культмассе. Чаще всего это люди непосредственно творческие, и они не привязываются целиком к своей специальности. Они получают те навыки, которые они могут использовать в своей жизни. Но чаще всего они остаются в этом творчестве, потому что университет дает в наше время те возможности для общественной, для учебной деятельности, для научной, для культмассовой. И благодарность за это университету, который предоставляет нам эти возможности, благодаря которым мы можем реализовывать не только свои профессиональные компетенции, но и компетенции, как мы уже говорили, soft skills и все остальное. То есть мне кажется, что не надо так сильно привязываться к специальностям. Может быть я не прав, но… Да, вот я хотел как раз сейчас это прокомментировать. Сам я отучился как раз-таки на технической специальности в Институте учреждения математики и информационных технологий Казанского федерального университета на направлении прикладной математики и информатики. Вот. Суть в чем, за время своей студенческой деятельности я в принципе побывал во многих городах и общался также с различными рода активистами из гуманитарных факультетов, из технических. И если, например, брать московских студентов, то студенты московских вузов как раз-таки технических направленностей, и при том активисты, из них чуть ли не половина уходили в академ, для того, чтобы передохнуть, расставить приоритеты и понять, куда двигаться дальше. Хотелось бы как раз-таки услышать, на физфаке, наверное, это популярное… Академ? Да. Ну, если отбросить историю, когда человек уходит в академ по болезни, такое тоже случается. Нет, к сожалению, в том числе в нашей команде, наверное, каждый год есть один-два студента, которые уходят в академ, но это в первую очередь, мне кажется, банальное отсутствие приоритетов, отсутствие тайм-менеджмента, отсутствие самоорганизации. Наверное, все случаи, которые знаю лично я, они связаны именно с этим. Еще очень часто люди поступают на физфак или на механико-математический факультет, считая, что это им действительно нужно, что это им интересно. И проходит полгода изучения математического анализа, и они понимают, что это совсем не их, не то, что у них не получается, им это неинтересно. Они уходят в общественную деятельность, вместо того, чтобы подумать о том, чтобы сменить специальность. И спустя год они участвуют только в общественной деятельности, совершенно забыв про обучение на физическом факультете. А это нельзя делать, потому что у нас очень трудно учиться, да, и студенты ходят в академ. К сожалению, это не редкость. Такое есть. Но, на мой взгляд, повторю еще раз, это в первую очередь отсутствие самодисциплины и самоорганизации, как правило. Ну, опять-таки, на гуманитарных направлениях это скорее редкость, чем правило. То есть это есть, и спросите у ребят о технических направлении, если не верите моему мнению. Но такая проблема существует, и все-таки, так скажем, почему, например, у нас есть заочное образование по многим гуманитарным направлениям? Потому что то, что дают в гуманитарных направлениях, возможно изучить самим. То, что дается зачастую в технических специальностях, самому изучить либо очень сложно, либо, так скажем, специфика преподавания такова, что попросту необходимо понимать и иметь, так скажем, возможность говорить с учителем на одном языке. Поэтому, опять-таки, наверное, есть еще мнение из зала? Да, пожалуйста. Гельфанова Альмира, Казанский федеральный университет. У меня, наверное, тоже вопрос либо к экспертам, либо к спикерам. Мы не затронули один момент, который меня очень сильно давно беспокоит. Как вы думаете, а вообще вот этот вот активизм, он нужен и для чего? Если мы сейчас поднимаем такие вопросы о том, что вот работодатель не хочет принимать человека, который танцевал, может быть, как раз-таки сам мешает студенту определиться с выбором профессии и не помогает ему все-таки продолжать свое обучение и дает ему возможность танцевать, плясать и заниматься такой деятельностью. Может быть, если бы этой деятельности не было, он бы все-таки учился, а не танцевал. Можно, да, прокомментировать? Конечно. Вообще, возвращаясь к вопросу, тут уже можно я как менеджер отвечу? На самом деле все люди разные. И есть, по крайней мере, у нас на экономическом направлении очень ценили труды Одизиса, за что большое спасибо, что нам рассказали. Изначально заложено в теории, что все люди разные. Кому-то интересно 7 дней в неделю, 24 часа сидеть и заниматься программированием, не выходить никуда, ему не нужны друзья. И в целом человек счастлив. Другому человеку, просто априори, ему важно, чтобы у него было много друзей, чтобы ему было кому позвонить, чтобы он еще развивался физически, что сейчас тоже просто бум на это идет. Чтобы он обязательно ходил в спортзал, спортзал это тоже время. Поэтому нельзя, мне кажется, судить по всем под один ряд. Обязательно нужно учитывать особенности человека. И более того, приходя на собеседование, у вас не будут только спрашивать какие-то профессиональные аспекты. Вас обязательно будут тестировать как человека. Все больше и больше идут по популярности у HR-щиков стресс-интервью, когда вас ввергают действительно в какие-то необычные для вас ситуации. Потому что понятно, что человек может программировать, но может ли он выкрутиться из ситуации, когда все плохо? Ну то есть там, не знаю, что-то полетело, что-то накрылось, я не знаю, компьютер сломался тот, на котором весь анализ был. То есть сейчас все-таки ищут личности. И не зря в интернете столько много сейчас пишут, правильно Динар сказал, про софт-скиллз. Сейчас все хотят прочитать книги известных бизнесменов или известных специалистов. И это лишь для того, чтобы по итогам-то все в конце пишут. Самое главное, будьте счастливыми. То есть и HR-щики, ну вот как менеджер, я вам говорю, ищут человека, который вы четко понимаете, для чего он. То есть не для того, что мама сказала, что пора денег зарабатывать, я сюда пришел. А действительно он понимает, что да, это вот часть моей цели, часть того пути, куда я иду. И это обязательно очень важно. Но разве, извините, что перебиваю, разве такие люди не быстро уходят из фирм? Я проработал там на фирме один год, ушел, потому что понял, что мне необходимо двигаться дальше. А как раз-таки люди, которые приходят лишь бы там заработать денег, там как раз-таки там мама сказала, они могут и по пять лет сидеть на одном месте. И это на самом деле зачастую компаниям куда выгоднее, чем искать нового специалиста. Буквально недавно открыли эту страшную тайну, и она мне так понравилась, что я продолжила исследование. Нанимая вас на работу, вас четко знают, когда уволят. Либо вы уйдете в этот срок, либо вас уволят в этот срок. Поэтому если человек перспективный и действительно у него есть потенциал к росту, четко понимают, когда он вырастет из вашей компании. Вы либо ему дадите место, куда расти, либо вы ему просто скажете, ну в добрый путь, давай, иди развивайся дальше. Спасибо. У вас есть? Я добавлю пару слов. Первый момент, нужно ли заниматься активистской деятельностью, обязательно нужно. И еще раз повторюсь, это вопрос приоритетов. Однозначно. Не может быть личность просто сознанием того, как необходимо паять какой-то инструмент или еще что-либо там другое. Я к тому, что в личность она многогранна. И я, например, считаю, что все-таки в плане личности те знания, которые нам преподаватели и учителя, в том числе же школе, нам дают, у нас идет расставление приоритетов. Какая склонность и куда нам больше дальше двигаться. Если у меня склонность к языкам, понятно, что я бы, наверное, неплохо пошел по этой стезе. Потому что у меня в детстве, ну как так получилось, что бабушка говорит на английском и так далее и так подобное. И в семье это принято. То есть семья это та ячейка, которая все-таки принимает. Я бы, наверное, задался вопросом по поводу специалистов. Очень сильно зависит на самом деле от работодателя. Здесь было правильно сказано, что предприятие зачастую, но иногда нужен просто человек, который возьмет определенное место. И из-за этого у них очень большая текучесть. Это на предприятиях крупных, я имею в виду, да, то есть тот же самый КАМАЗ или Оргсинтез. То есть опять же это реальный сектор экономики. Если рассматривать гуманитарные специальности, то понятно, что вот все, что сказала Алла по поводу того, что АЧР, экономика, менеджмент, понятно, что все те скилсы, которые получает общественник в ходе коммуникации, они просто там нужны. Это, по сути, классный специалист, который будет получать. Но скажите, пожалуйста, какая вероятность того, что коммуникабельность нужна на предприятии? Фактически, то есть если по уровню рассматривать, коммуникабельность нужна в каком-либо другом направлении, но не предприятию, если, конечно, он не продвигает товар, да, но это другой человек. То есть в цеху не нужен такой человек. Ему нужно, понятно, что нужен рабочий, который периодически даже не будет обладать хорошей квалификацией своей деятельности, а просто будет тем человеком, который будет какой-то механизм выполнять. И в любом организме есть, ну назовем так, ну если рассматривать медицину, то в любом организме есть, ну сердце, оно работает все время. Мозг у нас тоже работает, но понятно, что он периодически отдыхает с точки зрения сна. Но кровь как идет, да, понятно, что когда мы бежим, оно быстрее начинает идти. И здесь то же самое. Я считаю то, что, опять же, у каждого человека, как было сказано в плане личности, он ее формирует сам. И вот то, что ты говорил, поиск, вот сейчас задайте в гугле, в яндексе, в каком-либо другом поисковике, какой кучей информации там будет, а какая из них правда, а что из этого всего можно вытекать. И в моем понимании все-таки активная деятельность нам позволяет развиваться, что важно. Вот это все. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Можно, пожалуйста, я выскажу мнение. Меня зовут Мария, и я председатель профбюро Института фундаментальной медицины и биологии. И вот я хочу создать вам такую ситуацию. Представьте, что вы выбираете специалистов, с которыми вы будете работать, которые вам должны предоставить услугу. Вы выбираете медика, электрика, того же программиста. Есть те, у которых в портфолио будут заслуги по своей специальности, и те, которые будут немного по специальности и немного за активизм. Кого вы выберете? И в то же время юрист, историк, педагог. У него будут заслуги только по специальности, и те, у кого будут заслуги и по специальности, и по активизму. Тут вы уже задумаетесь и будете думать, а кого выбрать, тот, кто умеет работать с командой, либо тот, кто только по специальности своей. Мне кажется, именно это и отличает гуманитариев от каких-то технических и естественных наук. То, что в будущем будут смотреть только на заслуги по образованию, в гуманитарии будут смотреть и на заслуги активизма. Опять-таки, мы тут еще несколько раз обсудили расстановку приоритетов, о том, как необходимо быть, так скажем, целенаправленным и грамотным в этом плане. Что, опять-таки, редко соотносится с действительностью, особенно у молодых ребят, у которых кровь кипит. Поэтому мы переходим к третьему вопросу — активист, карьера или призвание. Мы сейчас говорим об активистах, и в то же время каждый под этим подразумевает что-то свое. Кто-то говорит о лидерах, которые ведут за собой народ, кто-то говорит о всех ребятах, которые участвуют в различных мероприятиях. И хотелось бы начать с того, какой процент вашего времени занимает ваша активистская деятельность. То, что вы могли бы, так скажем, под нее, ею охарактеризовать этим названием. Пожалуйста, Динар. Вопрос стоит, какой процент? Какой процент от времени? Больше, больше процент — 55, 60, 70, 80. А если бы ты это время потратил, так скажем, на образовательную деятельность, это бы принесло тебе больше дивидендов, чем попросту активистская деятельность, которая тоже развивает, несомненно, различные определенные навыки, но все же? Нет, вот все же вопросы взаимосвязаны. Вопрос от, когда это тратило 80% времени? Нет, абсолютно я не жалею, и это здорово, что это занимало 80% времени. Потому что те знания, опыт, навыки, которые я приобрел, сейчас я их приобрести уже не смогу. Что касается моих практических, юридических навыков, которые я мог получить, если бы не тратил вот эти 80% времени на общественную деятельность, а занимался юриспруденцией, я их сейчас легко восполню. Вот мой ответ. Поэтому это здорово, это нужно, нужно заниматься общественной деятельностью, потому что мы не сможем вернуться назад и получить то, что мы могли получить. Но то, что мы потеряли, сейчас мы можем это получить легко в качестве профессиональных навыков. Хорошо, Динар, что ты не учишься в медицинском университете, потому что восполнять навыки на пациентах было бы, наверное, неправильно. Ольга? Выскажу, наверное, свое мнение, даже исходя из того вопроса, как он был задан изначально, активизм — это карьера или призвание, да? Ну так случилось, что для меня активизм — это стало карьерой. Ну вот серьезно. На данный момент я председатель профсоюзной организации студентов своей образовательной организации, и это мой основной вид деятельности. То есть тот, который мне приносит и заработную плату, и тот, в котором я развиваюсь по сей день и развиваю там свою команду. И поэтому, начиная со студенческих лет, по ступенькам идя вверх, достигла какого-то определенного вида, я имею в виду именно карьерной деятельности. Но я скажу на данный момент, что в образовательной деятельности тоже не останавливаюсь, и на данный момент я учусь. И если человек хочет, он выйдет за рамки всевозможных границ в своей голове и во всем остальном, и даже неделя на гуманитарные и технические специальности можно найти возможность восполнить какой-то там пробел своих знаний. Я не думаю, что вузы, образовательные кафедры или еще что-то преподаватели настолько закрыты, что нельзя решить вопрос о каких-то консультациях с преподавателями по определенным предметам или каким-то дисциплинам, которые хотелось бы что-то усовершенствовать. В конце концов, есть курсы повышения квалификации по большому спектру профессий, рабочих каких-то моментов и так далее. Опять-таки вопрос индивидуален. Я понимаю, что сейчас, если я вдруг резко захочу пойти работать слесарем, наверное, за короткий срок, я не восполню весь тот багаж знаний, который у меня отсутствует на данный момент. Но есть большой спектр специальностей, в котором как раз-таки можно самостоятельно найти выход, каким образом ты именно образовательную сферу у себя восполнишь в голове. Спасибо. Еще раз, ты задал два вопроса, какую часть жизни занимает общественная деятельность и, как еще раз, карьера или призвание. Мне кажется, для каждого индивидуального, у меня очень много коллег в Московском университете, для которых общественная деятельность – это в первую очередь карьера. Это карьера в молодежной политике, это карьера в административном управлении, руководстве университета. Для меня лично и, наверное, для большей части членов моей команды – это все-таки призвание. Вот девушка спрашивала, зачем вообще нужен активизм. Я просто скажу, зачем для меня нужна была общественная деятельность. Мне кажется, это уникальная возможность поработать в среде идея-результатов. Не идея, деньги, заработок и что-то еще. У вас есть просто идея, есть единомышленники. Вы все говорите одной идеей, неважно какая-то общественная деятельность. Вы все танцуете. У нас на Фисвайке очень много актеров, дизайнеров, художников, очень много творческих личностей. И в студенчестве у вас есть возможность поработать в команде, с которыми вы дышите одним воздухом. Например, в моей команде нам важно помогать нашим студентам, проживающим в общежитии. И чем громче, чем сложнее для нас вызов, тем больше мы готовы потратить ресурсов интеллектуальных, эмоциональных, чтобы решить какую-то сложную задачу. И мне кажется, только в студенчестве есть такая возможность, когда вы живете в общежитии, когда у вас есть стипендия, которую вы получаете за то, что учитесь. Вы не так зависите от вашей зарплаты. Мне кажется, это здорово. Вы еще можете не думать о конкуренции, о soft skill. У вас есть год или два, чтобы заниматься общественной деятельностью просто потому, что это вам нравится. Просто потому, что вы находитесь в среде, которая горит одной идеей. И если посмотреть на мир стартапов, бизнеса, очень много идей выросли не потому, что люди целенаправленно, хладнокровно строили свою карьеру. Нет, люди горели какой-то идеей. Очень много в области IT сейчас выросло. Просто на энтузиазме ребят, на энтузиазме студенческих объединений, которые объединялись и занимались на самом деле общественной деятельностью. Трудно было назвать бизнесом на том этапе, на ком это зарождалось. И мне кажется, это потрясающе. Со всех точек зрения. В первую очередь потому, что у вас есть возможность в течение нескольких лет заниматься тем, что вам нравится. И думать только о том, что ваша идея, ваша мечта как-то будет воплощаться в реальность и получать результат. И с точки зрения работы, зачастую мы видим примеры, когда все-таки стартапы выстреливают и становятся чем-то большим, чем просто идея группы активистов. Поэтому активизм, конечно же, нужен. Все-таки университет – это не курс повышения квалификации, на который вы приходите, получаете какие-то навыки и уходите. Это все-таки студенческая среда, сообщество, ваши друзья, с которыми вы вместе проводите время, делаете концерты, культурно просвещаетесь, растете. И ваше внеучебное время вы тоже тратите на свое развитие, на воплощение своих идей. Поэтому однозначно активизм нужен. И это замечательно. Мы можем делать это только сейчас. И это нужно делать. Спасибо. К сожалению, наше время заканчивается. Еще пару мнений и… Окей. Вообще все свое студенческое время я жил по такому принципу. То есть тогда вообще у нас не было ни постановления 1945-го, ни 1360-го, ничего не было. Ни транспортного гранта, который сейчас есть у нас в республике, многие, я думаю, знают. То есть мы все занимались своим делом, помимо учебы. То есть, ну, можно сказать, пускай будет просто так. Нам в одной группе не говорили, зачем вы этим занимаетесь, что вы делаете. Я думаю, все себя узнают. Но я всегда жил по принципу, что если ты что-то делаешь, какие-то дела во благо, это обязательно тебе вернется. Это никак не доказано, да, это каждый сам принимает решение. Но я и сейчас по этому принципу отчасти живу. Я тут соглашусь с Феликсом и, то есть добавлю, то, что это призвание или карьера, мне кажется, зависит от этапа жизни. В студенческое время или чуть попозже это, возможно, призвание. Потому что мы занимаемся учебой, чем какими-то своими делами, да, работаем. И, соответственно, это для нас больше призвание. Когда уж там, допустим, я стану министром образования, да, или депутатом Госдумы, это уже будет для тебя карьера. Своим годам, 26 годам я большую часть поработал учителем в школе, и я приведу пример на школе. То есть в школе у нас есть учитель, есть директор. Они оба учителя. И у директора есть 6-8 часов, и у учителя. Но кто-то из них учитель, а кто-то директор. И я думаю, все понимают, кто из них директор. Кто делал что-то дополнительно, помимо своей работы, да, чем-то занимался. Сейчас он и административной частью занимается, и так далее. Вот, соответственно, вот эта активность, она либо пропадает в человеке, либо перерастает уже из призвания в свое время в карьеру. Вот, спасибо. Отвечая на вопрос карьеры или призвания, хочется, конечно, убедительно попросить не выбирать между карьерой и призванием, а делать свою карьеру, свою профессию своим призванием. Идеал – да, но к идеалу нужно стремиться. Молодые люди, второго шанса не будет. Жизнь одна, поэтому делайте свою карьеру, свою профессию своим призванием. Ну и подводя итоги нашей программы, хочется сказать, что, исходя из всего, что мы называем расстановкой приоритетов, скорее всего, я думаю, многие подразумевают под этим нахождение точек пересечения своей университетской деятельности с то, чем ты хочешь заниматься в активистской среде. Потому что, когда ты реализуешь проекты, которые прокачивают твои навыки, как коммутативные, так и профессиональные, ты растешь, так скажем, и планомерно достигаешь определенной цели – быть востребованным у как раз-таки работодателей. И на этом мы завершаем нашу программу. Спасибо. Аплодисменты 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 Субтитры создавал DimaTorzok